Венера в двенадцатом доме. Поскольку двенадцатый дом это дом потерь, растрат, ограничений, расходов, там с больницами связан с ограничениями свободны, но из больших плюсов он связан с заграничными поездками и люди, у которых Венера в двенадцатом доме не могут иметь проблемы в личной жизни из-за того, что вот это дом ограничений, могут неуверенность в себе чувствовать или наоборот быть очень эгоистичными. Но Венера в двенадцатом доме, вопреки расхожим мнениям, все-таки не так плоха, потому что двенадцатый дом, если мы его будем ассоциировать со знаком рыб, то Венера же экзальтирует в рыбах, правильно? Поэтому она в двенадцатом доме дает замечательный секс, красивые спальни. Люди с Венером в двенадцатом, особенно женщины, очень любят свои спальни, любят их украшать, у них всегда красивые кровати, интерьер, благовония всякие. И поэтому люди в двенадцатом наслаждаются сексом и роскошью. Но поскольку двенадцатый дом, дом потери, расходов, то иногда может быть потеря партнера или партнер может потерять интерес. Поэтому тут надо как-то отслеживать, не быть слишком навязчивой к своему партнеру. Желательно не всегда даже спать вместе. Это такая коррекционная техника, если у человека Венера в двенадцатом доме, то чтобы не надоесть друг другу, надо иногда как бы разлучаться. Или хотя бы там иногда друг от друга уезжать, давать отдых или спать на разных кроватях. И транспортные средства лучше записывать на другого человека, потому что в двенадцатом доме это уязвимое место будет, автомобиль. И чтобы он не ломался и не было никаких аварий, то я бы рекомендовала, чтобы машина была записана на кого-то другого. Также еще в вопросах брака было бы прекрасно человеку с Венером двенадцатым иметь зарубежного партнера, там мужа или жену. Тогда вот эти вот ограничения, наложенные двенадцатым домом, они как бы будут рассасываться, нивелироваться. И у человека будет более приятная и гармоничная жизнь, партнерская и сексуальная. Потому что иногда все-таки человеку с двенадцатым сложно получить взаимную любовь, как он не старается. Сам тоже, как и с Венеры в восьмом, может любиться по уши, но партнер может обманывать. Вот здесь вот тоже такой момент, это как-то надо отслеживать и понимать. Потому что женщина, особенно с Венеры в двенадцатом, много мечтает, представляет свою жизнь супружескую одну. А на деле могут получить не совсем то, что хотят и очень сильно разочаровываются из-за этого.